всем доброе утро у нас как-то тягостно и пасмурно сегодня и что-то где обещанные 20 градусов я не поняла мне холодно ночью артёша чихнул и после этого у него забился нос и в общем проблема до сих пор не решена потому что я ему заливала аквамарис уже два раза в нос теперь у него стечет с носа я не понимаю что это льется это у него сопли это аквамарис выливается я уже и сопляцосом воспользовалась хрюкает и меня это очень сильно расстраивает потому что три варианта либо это просто аквамарис выливается ну как бы иногда бывало такое что у него забивался просто так либо это у него на зубы потому что верхние там где-то вот на подходе но там вся десна разбухшая уже давно но с лишними тоже так целый месяц наверное десна у него была напухшая такая типа вот он прорежется и в итоге они потом взяли и внезапно прорезались ну и либо же третий самый вероятный и самый отвратительный вариант это то что я его все-таки заразила потому что вот сегодня грубо говоря до последний день инкубационного периода когда он могло еще проявиться если я его все-таки заразила блин если я его заразила мне будет так обидно потому что я столько усилий приложила на эти 24 на 7 маски 150 раз дезинфицируешь руки и все равно очень жалко ребенка то что сейчас так он чуть-чуть хрюкает и и все то есть он довольно веселый но его мешают эти сопли очень сильно но надеюсь это пройдет очень надеюсь так что я пока еще такая утра не очень счастлива смотрите вот у нас по поводу воды видите с 11 по 14 раля ля не будет горячей воды а вот сегодня еще чтобы скучно не было с 11 утра и холодную отключат пойду набирать запасы воды сыночек мой маленький скажи привет привет такой живенький веселенький но с насморком к сожалению продолжается на него все поэтому делом и уже закапала противовирусные в нос буду еще дальше там давать как в прошлый раз еще не хочу чтобы он как тогда три недели болел и мы завтра опять прилетаем с бассейна а мам а мам это конечно могут быть зубные сопли но сильно вряд ли потому что алишер сегодня утром тоже встал с соплями я походу все-таки зародила всю семью как и не старалась противостоять этому вирусу как я не старалась предохранить всех остальных от него привет привет все равно вы видите рекса бедная что ей тут загромоздили проход я тут пока в процессе уборки и все такое только блок смонтировала всегда в первую очередь его дело сейчас наверно второй раз покормлю ребенка попробую уложить спать он первый сон очень плохо поспал и потому что насморк ему мешал вот еще чуть хотел сказать а для всех жителей санкт-петербурга которые тоже попали под эту эпидемию хотя у нас как бы эпидемию не объявляли но у меня каждый второй знакомый болеет этими соплями очень хорошо лучше всего помогает грипп ферон там видимо в нем содержится именно как средство который убивает конкретно этот мир поэтому если в питере обзавелись соплями бегом за грипп ферону что вот мне лучше всего помогло я думаю и не одна такая ничего зайчик я еще ему хочу температура помереть на всякий случай хотя он такой живчик-живчик мне так прикалывает этот звук брум-брум брум хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе кстати ребята к слову о болезнях мне некоторые писали купи ингалятор чтобы легче откашливаться и так далее я вам не успела его показать он у меня к счастью уже есть вы знаете что я люблю philips овент у philips есть еще одно направление респироникс и вот там вот есть различные продукты для дыхания в том числе ингалятор вот такой вот у меня ингалятор из коробку покажу он вот так вот выглядит я вообще еще до того как у меня появился ребенок то есть когда я была беременна я уже ходила по аптекам когда смотрела сколько стоит выбирала себе ингалятор потому что ну я не питаю иллюзии что у меня будет абсолютно здоровый ребенок в нашей экологической системе скажем так и не знаю как назвать ну в общем в петербурге постоянно все болеют и кашляют и это просто кошмары этого не избежать и я часто делаю ингаляции мама мне делала в детстве постоянно но тогда таких штук к сожалению не было поэтому не давали чайник у чайника был носик я значит дышала через этот носик иногда обжигалась кипятком либо же я сидела все время над кастрюлей с паром но понимаете когда ребенок маленький то не очень безопасно не очень удобно вот эта штука позволяет доставлять лекарства дыхательные пути без какого-либо риска обжечься то есть вы заливаете лекарства в ингалятор и ребенок дышит есть мягкие маски вот такие вот то есть можно использовать вообще даже ну даже сейчас артёша если вдруг не дай бог понадобится я уже могу применять для того чтобы делать ингаляции я очень довольна что мне есть эта штука врач вам назначает лечение вы заливаете нужное лекарство и делаете ингаляции то есть сам по себе этот прибор это не не лекарственное средство именно помощь чтобы доставить средства ваше дыхательные пути ну в общем вот так то выглядит такой вот шнурок так как все проходит и вот можно просто дышать а можно надевать маску как вот я показала поэтому этой штукой мы обязательно будем пользоваться но я наверное сейчас не буду потому что у меня от кашливания хорошо произошло происходит уже проходит практически а если не дай бог серьезно заболею то без этой штучки я никуда потому что ингаляции на самом деле очень сильно помогают и ну блин действительно хороший способ избавиться от кашля особенно когда он такой сухой мозолевый так что если вот над кастрюлей дышать не нравится или дети маленькие то я реально рекомендую ингалятор мы с артёшек слушаем сказки про временских музыкантов вот вы не слышите я слышу что телефон это звонит у меня это действительно была мама мы с ней разговаривали по нашим делам я рассказала про артёшу про и решера не посочувствовала в отличие от бабушки не начала гореть я тебе говорила я тебе никуда не могу ненавижу когда так говорят знаете из серии а вот я же говорила будь здоров сыночек потому что это всегда только раздражает и я себе пообещала что никогда так не буду говорить и я реально никогда не решеру так не говорю будь здоров будь здоров будь здоров не артёша не буду потому что вот это вот я же тебе сказано надо было сделать вот так как будто есть машина времени можно вернуться и послушать это не помогает а только раздражает тоже в стирку в общем в общем я сегодня не хочу краситься причесываться я буду ходить вот такой вот и изображать из себя зачуханную домохозяйку ну собственно горе сегодня такая есть реально не хочу просто один день не хочу наряжаться обычно мне так сказать всегда краситься там укладку там как вы не здесь так сказал бедняк ребенок нормально поспал полутора часов это очень сложно он себе руками по лицу размазывает если не вытирать температуру ему померила 37 ровно но пока это нормально у него и просто так бывает 37 поэтому мы пойдем с ним гулять я думаю сейчас я подожду полчаса делаю это делаю еще поделаю какие-нибудь и покормлю его и потом уже пойдем чтобы он сытый гулять пошел у меня а то он на прогулке есть захочет вот и пройдемся в парк сходим воздухом подышим сегодня тепло потом вернусь дальше успела приготовить обед работу на 3 только успела сделать честно хозяйством много чего успела я сегодня сварила рис просто и сделала курицу потушила просто надо помыть плиту а это кастрюля уже не отмывается не собираюсь этим заниматься но тут всегда есть чем заняться стирка у меня снова запущена если такое еще сонное чувство из-за того что я сегодня с утра не была в своем любимом горячем душе я не могу мне нужна горячая вода чтобы проснуться я тут упражняюсь в художественной выкладке для инстаграма страдала вот такую штуку сделать та самая косметика миксит которую нам прислали я хотела просто пост в инстаграм сделать и только потом сейчас вот ее буду на две кучки раскладывать на большая часть моей маме как и говорила я потом наверное покажу сколько я всего отложила своей маме из косметики ну ближе уже к ее дню рождения в общем вот такая вот красота по моему я в первый раз этот зеленый фон использую но он здесь хорошо получился контрастно и так вкусно пахнет я даже не знаю чем наверное вот этими вот это что ли для ванны правда классно выглядит какие-то макароны вот специально чтобы я запомнила это что такое вообще не запустил блин реально что так пахнет ага это они пахнут я потом когда попробуем с мамой я расскажу как это косметика вот пахнет то вкусно и что мне очень понравилось раскраску дали ой фокус потерялся я просто не в том режиме снимаю если честно я случайно стала снимать в фоторежиме прямо хочется пораскрашивать а я сфотографировала законченную раскраску свою тоже для инстаграма и вот думаю чем я теперь займусь правда ближайшие несколько дней у меня столько монтажа что мне явно будет не до раскрасок и вышивок но руки чешутся чем-нибудь рукодельным заняться ой зайчик в этом режиме фокус просто отвратительный солнышко мое выздоравливай скорее солнышко я уже кстати нашла все свои старые записи когда у него насморк был и лечу как тогда врач прописал а а а а а а а а мы пришли в парк и наслаждаемся прогулкой ну точнее мне кажется эти двое наслаждаются не они особо потому что я реку контролирую а у артёши такой насморк что мне приходится ай 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 рекса стой что мне приходится мне каждые пять минут им сопли вытирать рекса стой стой вперед вперед ну двигай лапками вот и у меня короче стремительно кончается запас платочков я как-то их мало взяла поэтому вряд ли мы будем очень долго гулять но тут знаете что тут очень душно не жарко а именно духота стоит вообще на сегодня грозы обещали и они типа уже должны были пройти но что-то не это не видно но судя по моей голове которая какая-то чугунная эти грозы будут но это так красиво и приятно мне нравится что ты делаешь зачем ты это делаешь а сыночек что ты такое делаешь зачем ты шапочку снимаешь дай поправлю так надо что ты делаешь а а что за безобразие происходит а кукусик кукусик бандита кстати сегодня надели новый бодик от картерс по моему последний который не надевали вот этот желтенький выглядывает на деле потому что вообще у него все в стирке штаны на нем старомодные потому что реально у меня все модные все в стирке и сушатся они поэтому у меня ребенок очень странно оден вот сейчас особенно вот так вот облизываю коляску сыночек ну давай я тебя все таки поправлю с и 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 а в и и и и и и и бегу, он просыпается из-за соплей, поэтому я, наверное, тоже уже скоро пойду спать, и у меня без вариантов, ну, или как минимум валяться там, а в телефоне ковыряться. Вот. Аль-Шаркс сегодня потом все-таки уехал на работу, не помню, говорил или нет, мне кажется, я с утра сказала, что у него выходной, а потом забыла сказать, что его вызвали. Но он уже вернулся, и ему уже, кстати, лучше, он, поскольку воспользовался всеми лекарствами, выглядит бодренько, мне кажется, и правильной комбинацией ему дала. Лё, картёж, эту комбинацию нельзя. Что ещё? Я ничего. С ребёнком мучаюсь, потому что ему плохо, захлёбывая соплёня, но это просто надо перетерпеть. Вот, так что мы будем все ложиться спать скоро, и я надеюсь, завтрашний день будет лучше. А, и, кстати, грозы будут точно ночью, дожди, по крайней мере, стопроцентная вероятность. А сегодня без них обошлось. Но душно. Я даже сейчас на улице душно. Кузя. Кузя, знаете, что делает? Он ест траву, которую я ему нарвала. Кузечка, тебе вкусно? Нравится трава, да? Всё? Ты наелся? Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok